Микс Ньюс Радио Болтком Программа Абонент Доступен Участие слушателей обязательно Добрый день, уважаемые радиослушатели В эфире программа Абонент Доступен В студии работает Анна Смирнова Вадим Родионов и звукорежиссер Родион Золотарев С нами на прямой связи по скайпу В программе Абонент Доступен Сегодня политолог Петр Петровский Здравствуйте Добрый день Петр, ну вот четвертый день протестов в Беларуси Сегодня, судя по всему, планируется и пятый день протестов Вы сейчас из Минска выходите с нами на прямую связь Да, я со своего рабочего места выхожу на связь с Академией наук и только что ехал как раз по проспекту, видел некоторые такие цепочки протестов Сейчас они приняли тфу-тфу-тфу, мирный характер потому что то, что было в предыдущие дни это было ужасно Беларусь впервые в истории столкнулась и с баррикадами, и с коктейлями Молотова и даже с одним погибшим С другой стороны, применялись специальные средства резиновые пули, светошумовые гранаты что тоже было впервые в истории Беларуси и, наверное, прежде всего мы проходим такой психологический рубиком потому что, ну, я вам честно скажу большинство минчан в шоке от того, что происходит почему? Потому что мы все любим ночью выспаться подготовиться к новому дню, но вместо этого слушаем сирены машин видим взрывы видим баррикады перемещающиеся, какие-то группы протестующих, за которыми гоняется по всему Минску ОМОН Ну, вот много сейчас говорят о том что ОМОН ведет себя очень жестоко очень жестко и, в общем-то, кадры, которые доходят учитывая, что была блокировка интернета они тоже это подтверждают Вот на ваш взгляд, чем это спровоцировано? Почему действительно ОМОН ведет себя, ну, так жестко и жестоко? На мой взгляд, это связано с самим характером еще избирательной кампании Не секрет, что компания Сергея Тихановского и компания Виктора Бабарико использовали очень сильно буллинг в отношении своих противоположного лагеря то есть травлю и детей, и семей и участковых комиссий и это И мы помним, какой первый день протеста был Он был очень агрессивный Очень много пострадавших сотрудников милиции Насколько я знаю Первые два дня по Беларуси около сотни пострадавших милиционеров И это вызвало вот на третий день, если мы помним ответную жесткую реакцию То есть Караев просто умыл руки потому что милиционеры ОМОНовцы почувствовали что против их семей происходит травля Более того, я вам честно скажу против меня происходила не единожды травля даже пытались на меня напасть только из-за того, что я не таких политических взглядов Хоть я всегда выступал за диалог вёл диалог до этого с представителями оппозиционного штаба и с оппозиционными некоторыми лидерами, активистами Да, вот понимаете на меня в том числе были чуть ли не нападения и на других моих коллег были подобная ситуация И на мой взгляд, это самая главная проблема данного избирательного цикла что имеется определенная ненависть к инакомыслию имеется группа, которая считает что она права, а другие Да, ну вот проблема у нас, конечно, со связью мы специально поясним для наших радиослушателей что выходим на прямую связь по интернету мы с Минском учитывая, что там блокировался интернет практически Я готова вас подвести Да, вот сейчас вы снова, Петр, вернулись к нам на прямую связь Вы сказали об инакомыслии и о том, что вот два таких противоборствующих лагеря возможно присутствуют но мы ведь видим действия силовиков по крайней мере то, что нас доходит учитывая, что интернет, как мы уже сказали, был ограничен это ведь абсолютно силы неравны потому что мы видим задержание безоружных людей в первый день протеста автозак фактически таранил толпу как вы это оцениваете со стороны силовиков все-таки? Вы знаете, я бы не согласился, что это автозак таранил толпу я больше, я видел эти кадры и я все-таки после эфира в ту первую ночь объехал и посмотрел, что делалось в горы вообще, давайте попробуем без видео хотя бы Вы сказали, что толпа напала на автозак Да, 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 она попыталась его остановить один молодой человек даже прыгнул на кабину этого автозака и потом автозак не успел остановиться и он упал все даже думали, что этот молодой человек погиб но потом, слава богу, выяснилось, что не так но вообще началось все совершенно другого я могу напомнить, что три недели тому назад в дискуссии с представителями оппозиционного кандидата Светланы Техновской аналитиком их штаба с господином Маскевичем я задал вам конкретный вопрос вот вы готовите акции протеста вы готовы и как-то вот официально взять на себя ответственность провести каком-то мероприятии и все сделать на что он уж увел полностью разговор и вся эта проблема началась с того, что эта акция оказалась несанкционированной в очень неудобном месте, на горке на Стелла Минс, город-герой и власти начали реагировать на собравшиеся как на тех, которые нарушили закон о массовых мероприятиях то есть начали просто-напросто задерживать в ответ те, кто пришел решили проявить силу применить силу в отношении милиционеров и началось с того, что они напали на автобус с сотрудниками милиции и вот с этого все началось сотрудники в ответ начали применять еще большую грубую силу начались баррикады на Немиге и вот эта вся эскалация только усиливалась наверное апогеем ее был вечер понедельника и вечер вторника ну мы сейчас видим кадры опять же, которые поступают тоже так фрагментарно, поэтому уточняем в том числе и у вас, и у наших других гостей которые комментируют эту тему видим, что силовики сегодня стреляют буквально по всем подряд продолжают бить дубинками человека, который лежит уже абсолютно не сопротивляясь и люди, которые гуляют с собаками вечером им тоже достается одному, например, попала резиновая пуля насколько оправданно в этом смысле? вчерашняя, потому что я сегодня вообще, если честно, не видел ни одного автозака и ни одного сотрудника ОМОНа пока, по крайней мере, вот на данный момент я вот был и на площади Бонгаллор и около Риги, где собирались люди и видел около Академии наук большущие, достаточно внушительные где-то с нескольких сотен человек группу, которая с цветами шла в центр Минска пока я такого не видел на сегодняшний день многие говорят, что и в том числе, кстати, активисты и те, кто участвует в акциях что приходят анархисты там, футбольные фанаты вообще криминальные элементы и начинают проводить провокации просто-напросто и мы видим, что у разных протестующих имеются разные цели одни идут с мирным протестом другие идут не с мирным протестом и понимаете, когда происходит это еще хаотично по всему городу маленькими группками то ОМОН просто реагирует на всех протестующих как на источник агрессии и опасности не разбирая ты вышел в магазин ты протестующий мирный либо ты агрессивный и вот это главная проблема которую мы сегодня наблюдаем к сожалению но ведь это сказал Александр Лукашенко в своей недавней речи о том, что безработные не помню про наркоманов говорил ли он или это уже ему приписывают но про безработных он говорил, которым нечего делать там они слоняются по улицам но сразу возникли вопросы у оппонентов почему в Беларуси так много безработных тогда хотя многие из тех кто вот выходит в том числе и к нам в эфир они не безработные люди а люди, которые не согласны Александр Григорьевич любит утрировать сейчас но социальные группы я это специально проанализировал достаточно интересные если вы посмотрите географию тех участков где победила Светлана Тихановская то это достаточно респектабельные районы например деревня Копище коттеджный поселок Новая Боровая Лебяжи Боровляны то есть выходит достаточно респектабельный класс выше среднего к нему присоединяются офисные работники айтишники также к ним присоединяются вот футбольные фанаты анархисты там просто молодежь потому что костяком протеста является молодежь от 18 до 30 лет по крайней мере вечером первые 2-3 дня хоть сейчас я в принципе наблюдаю другую картину днем днем выходят в основном женщины которые находятся в декретных отпусках с колясками по районам вот что я в принципе и наблюдаю то есть да да вот но я хочу подчеркнуть что все таки протест носит достаточно узкоклассовый характер он не всеохватный и 80-90 процентов протестующих тех которые заняты я не буду говорить безработные на безработном на лбу не написано что он безработный это в основном люди работающие в частном секторе и я бы охарактеризовал вот эти протесты как определенный бунт бунт частного сектора которому недовольно сильная рука государства которое сдерживает этот частный сектор принуждает его солидаризироваться сильнейшей государственной машиной бесплатной медициной здравоохранением что в принципе я вижу по дискуссиям с людьми сторонниками именно альтернативных кандидатов в своем фейсбуке в других социальных сетях это имеет место быть то есть у нас имеется определенная противоречия выросшего уже ставшего на ноги частного сектора и пока такого находящегося в рецессии сектора государства мы сейчас примем звонок у нас радиослушатель на линии здравствуйте мы слушаем вас добрый день Александр большое спасибо вам за правдивый рассказ и из вашего рассказа следует что явные провокации были в Белоруссии что я лично и наблюдал по всем видеороликам вопрос такой значит вы видели наверное и думаю специальные службы у вас отслеживают как реагируют на это в Латвии в связи с этим как вы думаете стоит отменить визит Александра Григорьевича Лукашенко в Латвию или нет спасибо да спасибо вам за вопрос спасибо за вопрос я во первых скажу что внешний фактор его тоже нельзя сбрасывать причем лично мое мнение что внешним фактором является заинтересованность топливно-энергетического комплекса Российской Федерации один из экс-кандидатов прямо был с ним связан это Виктор Бабарико топ-менеджер Газпромовского банка в Беларуси второй момент это Сергей Тихановский он близок был с Сергеем Беляковым экзом министра эконом-развития Российской Федерации а также с Олегом Дерипаской отдыхал с Ксенией Собчак поэтому в принципе и Валерий Цепкало признался что его надоумили ввязаться в избирательную кампанию какие-то британские депутаты которые хотели через его избрание президентом наладить отношения между Россией и Великобританией ну и мотив есть давайте не скрывать сейчас Беларусь председатель Евразийском Союзе настаивает на своих условиях выполнения договора Евразийского Союза по нефти и газа и это очень и очень не нравится ни Газпрому ни Роснефти ни всему топливно-энергетическому комплексу России поэтому неудивительно что когда задерживали ЧВК Вагнера под Минском оказывается вскрылись документы хоть россияне говорят что они являются поддельными из службы безопасности Украины но я бы все-таки перепроверил поддельность насколько эти поддельные документы о том что наняли их с компанией Роснефть А что сейчас происходит с Яндексом потому что появились новости о том что в офисах Яндекса в Республике Беларусь появились вооруженные люди которые все заблокировали вот вам что-то известно об этом? Я если честно не знаю но могу предположить что опять же Яндекс российская компания и возможно через Яндекс работали какие-то и провокаторы и еще что-то я просто еще раз повторяю нашим зрителям что на мой взгляд конечно противоречия внутри Беларуси есть и после коронавируса особенной на фоне девальвации белорусского рубля в марте месяца но все-таки очень большие уши торчат у некоторых олигархов некоторых корпораций Российской Федерации то есть влияние России можно считать существенным на территории Беларуси я бы сказал на этом на этой избирательной кампании оно беспрецедентно почему потому что это говорил и президент и расследования которые были и мы исследования которые писали до этого мои коллеги в том числе кстати и из Берлинского свободного университета мой коллега белорусский писал большое расследование еще в конце февраля начале марта о грубом фундаментальном вмешательстве возможности вмешательства Российской Федерации в лице ТЭКа и олигархов в избирательную кампанию еще у нас есть один звонок здравствуйте слушаем вас здравствуйте Алексей скажите ваш уважаемого собеседника хотел бы интересоваться с его точки зрения каковы были бы перспективы если бы все-таки Белоруссия провели референдум по поводу вхождения в состав России вот и почему его не проводят потому что видимо другого пути и будущего нормального у Белоруссии видимо нет спасибо да ну во первых модели большинство белорусов не хочет видеть олигархов у себя не хотят видеть вот это сращивание чиновников и бизнеса я напомню что у нас достаточно эффективная социальная сфера хоть опять же подчеркну айтишникам частному сектору особенно те кто получают доходы выше среднего не нравится эта социалка они готовы платить за себя и готовы просто-напросто отказаться от солидарной модели бюджетной медицины образования здравоохранения всего-всего чего на ваш взгляд хотят те люди которые сегодня выходят на улицы если да пожалуйста ну вот наверное то что я сказал им не нравится та социально-экономическая модель и уровень участия своими налогами в солидарной вот этой модели они считают что они кормят неэффективный государственный сектор бюджетников которых посмотрите их программы они требуют сокращать они говорят что предприятия надо продавать приватизировать почему потому что на государственных предприятиях имеется принцип так называемого всеобщего всеобщей занятости когда несмотря на экономическую целесообразность для создания рабочих мест людей набирается на работу больше нежели нужно плюс так называемые активы неэкономические то есть санатории домах отдыха культуры поликлиники те же самые прочее 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 это тоже висит на балансе госпредприятий что делает их неэкономическими предприятиями а социальными еще здравствуйте как вас зовут здравствуйте меня Петр да Петр ну вот этот ваш гость еще поставил с ног на голову на голову да сделайте радиоприемник да мы их услышим пожалуйста радиоприемник лет я это самое вижу его по телевизору очень агрессивно себя ведет кто Лукашенко по отношению к белорусскому народу он считает их крепостными вообще-то а бизнесмены ну и бизнесмены приезжают вот эти фуры белорусские что он там творит влезает в бизнес как хочет и командует как хочет вот я у вашего гостя если он такой миролюбивый и огненок почему он 400 человек казнил Белоруссии вот объяснит если он такой миролюбивый да спасибо вам за вопрос ну вы знаете вот видите мы здесь опять сталкиваемся с двумя моделями с двумя подходами подходы государственные которые господствуют по крайней мере до этого времени и говорит что бизнес должен отстегивать на инфраструктуру отстегивать и брать на себя социальные проекты я например напомню что вот так называемый бизнесмен Чиж который был достаточно приближен к Лукашенко когда выяснилось что он выводил деньги за рубеж его посадили вынудили все заплатить и еще при этом заставили за собственный счет отремонтировать стадион Динамо социальные объекты да социалку вешают на бизнес но по крайней мере части общества и немалой части это устраивает второй момент я не понял на какие 400 человек видимо что смертная казнь не запрещена я вам объясню в обществе тоже имеется солидарность это кстати Европейский Союз даже понимает и не единожды говорил что несмотря на то что 70% населения за смертную казнь вы давайте отменяйте эту смертную казнь у нас проходил просто референдум я напомню в 96 году и большинство как раз высказалось за смертную казнь за государственную собственность на землю недра леса полезные ископаемые и вот этот консенсус с 96 года он сегодня вот до сих пор существует кому-то он не нравится вот как уже звучало прежде всего частникам они считают что слишком большие налоги а другим например там учителям врачам бюджетникам каким-нибудь сотрудникам госпредприятий это более-менее устраивает если говорить о результатах выборов потому что обвиняют многие в том числе в Евросоюзе есть сомнения по поводу того что Лукашенко честно победил и что вот эти 80% которые он получил это на самом деле результат фальсификации есть ли у вас информация о том что происходило на участках и как вы вообще оцениваете этот результат можно ли эти выборы назвать честными ну вы знаете эти выборы происходили в очень сложной ситуации во первых они как бы начались от коронавируса вот прямо из коронавируса мы впрыгнули в эту избирательную компанию второй момент они происходили очень агрессивно и без позитивной повестки то есть никто не говорил о будущем все друг с другом ссорились кричали друг на друга но ничего не предлагали обвиняя шли обвинения друг другу и все и третий момент ну знаете когда была избирательная кампания вот это подходило к концу подсчет голосов когда начинался к сожалению у нас в Беларуси использовался определенный метод я его назвал распыленный буллинг Майдан когда людей просто попросили прийти к участкам и давить на участково-избирательные комиссии чтобы они по-другому считали голоса условно так назовем это нейтрально вот и на сегодняшний день имеется несколько фактов ну как несколько 33 да Петр вы как будто стали дальше от микрофона и мы перестали вас слышать а теперь меня вот теперь мы вас слышим очень хорошо да вот и вот всего я вам так скажу было нападение да Петр сейчас снова стали пропадать хотя до этого все было прекрасно со звуком напомним что нам да так вот я закончу что вечер 9 августа было зафиксировано 33 нападения на избирательные участки в республике Беларусь но тем не менее все-таки 80 это реальная цифра как вы считаете то есть Лукашенко очень тяжело про это говорить почему потому что подсчет голосов происходил ну знаете когда в таком беспрецедентном давлении что ли хотя вот у меня на участке я вам скажу и в Минске в Минске Лукашенко набрал по-моему порядка 60% а у меня на участке он набрал около 50% а Светлана Тихановская около 30% зная свой район то что он достаточно оппозиционный при этом я скажу что эти результаты в принципе коррелируются с всеми предыдущими результатами которые были на районе которые я знаю за как имею право голоса как минимум по какой причине Петр на ваш взгляд отключили интернет в Беларуси мне кажется это связано с причиной обеспечения безопасности потому что через интернет вот это вот это вот это попытка влиять на избирательные комиссии через сетевые вот эти структуры она была связана именно с организацией через интернет групп по участкам по всему с координацией через интернет поэтому скорее всего из-за вопросов безопасности интернет был не то что отключен он был ограничен как мне стало известно Беларусь по-моему приобрела несколько лет тому назад фильтр китайского производства то есть здесь сыграла свою роль китайская технология да примем еще звонок слушаем вас слушаем вас да здравствуйте три вопроса шикарному вашему сегодняшнему гостю наконец-то появился нормальный хороший про белорусский человек у вас пожалуйста да давайте вопросы первый вопрос что по его мнению хочет Россия если он сказал уши там видны по его мнению второй вопрос что значит вот эти странные флаги среди протестующих не было белорусских флагов а какие-то флаги там трепали и третий вопрос почему он считает что он считает по поводу того что зачем и почему у нас в Латвии вот такая истерика она в общественном в том числе радио и телевидении против Белоруссии сейчас против Лукашенко может быть вы имеете ввиду может быть да митинг в поддержку протестующих в защиту тех слоев не протестующих а нарушающих общественных порядок вот этих людей вопрос да спасибо вам ну вот ну вот первый вопрос наверное Беларусь находится с Российской Федерацией в союзном государстве в Евразийском экономическом союзе и данные образования они формируются таким образом что одна страна один голос то есть Беларусь и Россия формально как минимум имеют равные голоса на сегодняшний день у нас в в рамках договора Евразийского союза должны быть сформированы единые рынки нефти и газа когда ценообразование будет на рыночных условиях равное как для российских так и для белорусских субъектов хозяйствования что это означает это означает что все субъекты хозяйствования белорусские смогут покупать свободно на равных условиях российские газ и нефть на сегодняшний день монополию на продажу газа имеет Газпром другие российские компании и плюс казахские не запускаются сюда и конечно Газпром не хочет терять белорусский рынок и при этом запускать своих конкурентов во-вторых Газпром не хочет создавать единый рынок с единой биржей где цена будет определяться не в долларах США и не привязываться к Роттердамской бирже Европейского союза а самостоятельно и то же самое по нефтянке не хотят чтобы белорусы платили в национальной валюте и не хотят в рамках Евразийского союза самостоятельно формировать цену на нефть а это миллиардные я хочу подчеркнуть миллиардные деньги причем второй момент я хочу напомнить что когда Белгазпромбанк началось дело Бабарико вокруг Белгазпромбанка оно связано с вашим банком АДЛВ оно связано прежде всего с тем что через Белгазпромбанк и ваш латвийский банк АДЛВ выводились большие суммы денег Газпрома в офшорные зоны которые были пресечены через это плюс были арестован счет семьи замминистра финансов Российской Федерации в размере 4 миллионов долларов как вы понимаете такие действия стороны Беларуси ну не могут быть просто так расценены это вот по этому вопросу как вы понимаете если в общем говорить то России надо лояльная Беларусь которая будет поддерживать ее решение Россия сегодня не готова совместно с Беларусью принимать решения в рамках Евразийского союза в рамках союзного государства да и их субъекты хозяйствования хотят себе привилегированных тарифов при единых рынках на нефть и газ чтобы давить своих белорусских конкурентов когда КАМАЗ условно получает по 70 долларов газ АМАЗ получает по 250 долларов то понятно что в едином рынке КАМАЗ будет выигрывать так второй вопрос там про флаги что за флаги что за флаги это флаги Беларусской народной республики которая была объявлена в 1918 году потом их использовали коллаборационисты в 1941-1944 годах и это был государственный флаг Беларуси в 1991-1995 годах вот что здесь флаги они используют это традиционные флаги белорусской оппозиции то есть судя по этим флагам люди хотят отмотать все к таким заводским настройкам правильно ли мы понимаем я бы не сказал понимаете отмотать это просто-напросто символ национал-демократического условно говоря как его у нас называют развития Беларуси вот то есть белорусскую мову одной государственной сделать флаг герб такое строить национальное государство без какого-то сентимента к советскому наследию я бы вот так охарактеризовал ну третий вопрос да да пожалуйста и третий вопрос там я как помню полнил с Латвии реакция реакция Латвии да ну вы знаете в отношении Беларуси всегда и Латвия и другие прибалтийские страны и Польша имели определенную мессианскую мессианскую сущность на этот счет они хотели продвинуть в Беларусь демократию и вот наверное это особое видение что либеральную демократию латвийская правительство вместе с другими восточноевропейскими странами имеет миссию продвигать Беларусь и выступает таким фактором давление на Беларусь еще примем звонок слушаем вас здравствуйте здравствуйте у меня такие Павел меня зовут у меня такие вот вопросы то есть сначала был мусс Тихановский кандидатом президента Беларуси потом его посадили и вот два месяца назад появляется его жена кто она вообще такая я вот не совсем вообще понимаю как может блогер стать президентом он у него образование может быть какое-то экономическое я просто этого не знаю Рональд Рейган стал ведь он был актером например ну да а что такое как ухо блогера господи там много у нас людей ну пожалуйста задавайте вопрос да 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 и вот сейчас когда Тихановская уже уехала в Литву она говорит ребята не надо все я согласна с выборами люди в общем-то сейчас они чего хотят то есть они сейчас что хотят сместить Лукашенко а кто на его место тогда вот этого я не совсем понимаю если тот за кого они бились уже уехал и говорить не надо зачем это все продолжается спасибо спасибо за вопрос это достаточно любопытный вопрос потому что Тихановский до 2018 года вообще жил в Российской Федерации с 2005 года занимался шоу-бизнесом организацией там мероприятий некоторых для звезд российской эстрады фотографировался с Ксенией Собчак ездил по всему миру и в принципе был аполитичным человеком потом его фирмы каким-то образом обанкротились он стал должником в Российской Федерации приехал в Беларусь но несмотря на долги и банкротство его фирм купил памятник архитектуры под Гомелем и из этого сделал Буч когда государство принудило ему его реставрировать согласно норм культурной ценности и с этого он начал вести блок причем вкладывал достаточно большие деньги и в принципе жена Тихановского в публичной сфере появляется именно с 2019 года когда он начал вести блок до этого в его в его социальных сетях нигде фотографий с его женой не было официально она лингвистка но многие многие поднимали вопрос например украинский такой ресурс как информ напалм он делал расследование на этот счет где этот был Тихановский где его жена была и они на этот счет указывали самое любопытное же Украина обвинила Тихановского что он был в Крыму что он работал вместе с представителями отдельных республик Донецкой и Луганской областей вот этих ДНР и ЛНР непризнанных вот украинцы это выявили то есть факторов очень много личности достаточно запутанные почему-то внезапно начавшие вести блог откуда-то взявшие большие деньги у них еще 900 тысяч долларов после было изъято и все возникают у всех возникает очень большой вопрос на этот счет потому что Тихановская на митингах читала свою биографию с бумажки что тоже очень странно так как она позиционирует себя как лингвист филолог и лингвиста филолога все понимают что должна быть поставлена и речь и голос поэтому это очень странно ну а то запись которую Тихановская сделала в центральной избирательной комиссии кто-то говорит сейчас что на нее оказывалось давление и вывезли ее в Литву тоже с помощью как раз белорусских властей вот эту историю как вы оцениваете и смотрите на нее ну знаете белорусские власти были с самого начала обеспокоены жизнью Тихановской почему потому что насколько я знаю разговаривая с силовыми экспертами нашими они как только зарегистрировали Тихановскую беспокоились за ее личную безопасность не факт что ее хотели сделать сакральные жерсли мне кажется это правдоподобно что во имя ее собственно сохранности ее вывезли за рубеж ну давили на нее как вам кажется учитывая что эту запись вот она сделала мне кажется она естественной тем кто смотрел Тихановскую раньше ну знаете до этого Тихановская все читала с бумажки и в зависимости от спичрайтера у нее менялся слог то есть вот в субботу поменялся спичрайтер когда уехала оцепкала в Москву и сразу же поменялся слог у Тихановской сейчас вот опять же в этом в центре сберкомии у нее опять поменялся слог мне кажется с ней просто проводили беседу на давление это не похоже да и не забудьте что у нее дети находятся за границей многие говорят что они находятся чуть ли не в заложниках у некоторых политиков мигрантов в Беларусь поэтому здесь очень сложная запутанная история на самом деле и эта женщина на мой взгляд у нее судьба очень трагичная на этих выборах еще звонок здравствуйте как вас зовут добрый день добрый у меня к вашему говорится два вопроса первый вопрос скажите пожалуйста подтверждаете ли вы что практически все нефтепродукты которые Беларусь делает из российской нефти поступают в дальнейшем после переработки до Украины и второй вопрос скажите пожалуйста а что произошло и почему ничего не слышно по поводу 33 россиян которые перед выборами были задержаны в Беларуси спасибо спасибо по поводу нефтепродуктов которые перерабатываются в Беларуси большая часть нефтепродуктов продается через Великобританию на британской бирже в страны Европейского Союза часть продуктов продается в Украину но вот когда было вот эти противоречия по нефти с Российской Федерацией большую часть вот нашей доли в экспорте нефтепродуктов в Украину заняли российские фирменные данные второй вопрос по 33 вагнеровцам смотрите это очень любопытный вопрос потому что та якобы версия о том что якобы СБУ там наняло этих вагнеров сделала провокацию чтобы подключить их к противостоянию Беларуси на мой взгляд является попыткой российского руководства а признать те материалы следствия которые были установлены комитетом государственной безопасности и следственным комитетом Беларуси потому что от них никуда не вывернешься и предыдущая легенда якобы транзите она разваливается моментально со второй стороны заказчики отмываются через вот это якобы слив информации но белорусской стороне выгодно все таки не ухудшать отношения с Российской Федерацией и как бы Беларусь сохраняет лицо и Российская Федерация сохраняет лицо и я думаю что после того как будет объявлена официальная позиция по выборам и после того как устаканится ситуация в Беларуси они будут возвращены в Российскую Федерацию вопрос только на каких условиях потому что я напомню некоторые граждане Республики Беларусь запросы на выдачу которых были даны Российскую Федерацию на сегодняшний день еще не возвращены Беларуси думаю вопросы насчет них будут как раз ставиться еще есть у нас звонок успеем ли мы его принять да мы успеем принять еще один звонок напомню телефон 672 12 93 9 672 13 93 9 слушаем вас извините маленькое замечание нужно давайте только быстро скажите пожалуйста как вы относитесь к термину заводские настройки это какой год имеется ввиду может быть 40 или 18 это первое замечание и второе не упоминайте пожалуйста Реган Реган был губернатором крупнейшего штата да это видимо ко мне замечание а не гостью крупнейшего штата а вы постоянно так сказать вот артист и Реган был не умеет но я могу еще Зеленского вспомнить да спасибо вам за ваш комментарий все таки у нас сегодня гость отвечает на вопросы а не я поэтому в интерактиве можете мне задать как-то прокомментируете Петр уже в завершении эфира или нет ну смотрите что я хочу сказать сейчас самое главное наверное пережить нашу пятницу потому что в пятницу будет официальное объявление итогов выборов и второй момент самое в пятницу наверное будут хоронить вот этого погибшего как я думаю к сожалению вот поэтому если мы переживем пятницу не будет никаких ужасных действий то я думаю что мы выйдем на более-менее стабильное дальнейшее существование Беларуси ну что ж мы благодарим вас за то что вы нашли время и вышли в прямой эфир программы абонент доступен политолог Петр Петровский стал гостем программы спасибо вам всего доброго и до свидания до свидания до свидания